Сабуэй – сеть ресторанов быстрого питания, работающая по принципу франчайзинга. Крупнейшая по количеству точек предприятий общественного питания сеть в мире основной продаваемой продукцией являются сэндвичи, салаты и роллы. Официальное название фирмы Сабуэй, предоставляющей услуги франчайзинга, доктор Сассасия и Шасинг. Фирма была основана в 1965 году Фредом Делюкой и по состоянию на 24 мая 2016 года насчитывает 44 770 ресторанов в 113 странах. Сабуэй позиционирует себя как здоровую альтернативу стандартным сетям ресторанов быстрого обслуживания, что отражается в слагане компании «Ешь свежее». Название. Название сети происходит от английской приставки «саб», сокращение для «сабмарин», «сандуич», «сэндвичи». Производимые фирмы были так названы из-за своей вытянутой и округлой формы, похожей на подводную лодку. Первый ресторан Сабуэй был открыт в 1965 году в Бридж-Порте, Коннектикут под именем «Петес Супер Сабмарайнс». В Германии Сабуэй называют «забегаловкой тысячи вопросов». Название также является игрой английского слова «сабуэй» – «метрополитен», как его именуют в Америке. История. 28 августа 1965 года Фредди Люка и доктор Питер Бак открыли первый ресторан в Бридж-Порте, штат Коннектикут и назвали его «Петес Супер Сабмарайнс», преду, которому тогда было 17 лет. Требовались деньги для финансирования учебы в университете. И в качестве решения этой проблемы друг его семьи Питер Бак предложил ему открыть киоск по продаже сэндвичей. Банк предоставил кредит размером в 1000 долларов, а Фредди Люка взял на себя управление бизнесом. Через некоторое время имя ресторана было изменено на «Петес Сабуэй» и потом на «Сабуэй». Одной из причин изменения названия было то, что многие клиенты, слышавшие название «Петес Сабуэй», были уверены, что в этом ресторане продают пиццу. Некоторое время в оформлении своих ресторанов сеть использовала мотивы метрополитена Нью-Йорка. В 1974 году размер сети составлял 32 ресторана и было принято решение о переходе на концепцию франчайзинга, становившуюся в те годы все более популярной в США. Для дальнейшего развития сети ресторанов в 1987 году был открыт «Тысячный ресторан». С начала 1990-х годов Сабуэй открывал более тысячи новых ресторанов ежегодно. 14 раз Сабуэй был удостоен наградой «Лучшая мировая франчайзинговая система». В 2001 году Фредди Люка написал книгу с рекомендациями для начинающих бизнесменов «Начать с малого и закончить большим». 15 уроков открытия и ведения успешного бизнеса, основанную на успехе Сабуэй. Ресторан. Типичный ресторан Сабуэй представляет собой небольшое помещение с прозрачной стойкой, внутри которой расположены ингредиенты для сендвичей. За стойкой расположены печи, в которых выпекаются булки для сендвичей. В помещении ресторана обычно не так много сидячих мест, как в других ресторанах быстрого обслуживания. В некоторых ресторанах часть из них выполнены в виде узкого стыла вдоль стены барных стульев. Помимо стандартных ресторанов у Сабуэй есть большое количество заведений в нестандартных и даже неожиданных местах. Более 900 ресторанов находятся на территории супермаркетов Walmart, более 200 – на американских военных базах, включая несколько ресторанов в Ираке и два ресторана в здании Пентагона. Первый кошерный ресторан был открыт в 2006 году в Кливленде. Меню-меню в Сабуэй варьирует от страны к стране. В мусульманских странах, например, в меню нет блюд со свининой. Однако основные блюда и ингредиенты остаются общими для всех ресторанов сети. Клиентам предлагаются на выбор несколько видов хлеба, а также различные ингредиенты для сендвичей и несколько видов соусов. Сандвичи и салаты Сабуэй предлагают сандвичи трех размеров – 30-сантиметровый сэндвич, 15-сантиметровый сэндвич, 10-сантиметровые мини-сабы. Все сэндвичи могут быть заказаны также в виде ролла или салата. Заказ происходит следующим образом. Клиент выбирает тип хлеба для своего сэндвича, тип сэндвича и дополнительные ингредиенты вроде сыра, овощей и соуса. Таким образом приготовление сэндвича от начала и до конца происходит прямо на глазах у клиента. Другие блюда, помимо сэндвичей и салатов, в большинстве ресторанов Сабуэй можно также приобрести пиццу, чипсы и печенье. В отличие от многих других сетей ресторанов быстрого обслуживания, Сабуэй не предлагает клиентам картофель фри. Напитки Напитки, предлагаемые в Сабуэй, ограничиваются стандартными безалкогольными. Из горячих напитков предлагается кофе, чай и какао. В некоторых странах в Сабуэй также предлагают пиво, соки и другие напитки. Сеть филиалов По состоянию на 24 мая 2016 года сеть Сабуэй насчитывает 44 770 ресторанов в 113 странах. В США, Канаде и России Сабуэй являются лидером на рынке ресторанов быстрого обслуживания, опережая Макдоналдс. Филиалы Сабуэй, как правило, значительно меньше филиалов Макдоналдс или аналогичных сетей быстрого обслуживания и нуждаются в значительно меньшем количестве персонала и оборудования, что делает их рентабельными в небольших населенных пунктах или в других местах, где постройка Макдоналдс не окупается. Это объясняет быстрый рост числа филиалов Сабуэй в США и других странах мира. По состоянию на 24 мая 2016 года большая часть ресторанов Сабуэй приходится на следующие страны. США, 26956 Канада, 3259 Великобритания, 2183 Бразилия, 2092 Австралия, 1447 Мексика, 1045 Россия, 643 Германия, 622 Китай, 566 Индия, 563 Франция, 486 Япония, 436 Колумбия, 375 Новая Зеландия, 269 Пуэрто-Рико, 223 В России сеть Сабуэй начала активно развиваться в 2004 году, открыв свой первый ресторан в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. В течение года в России начали работу еще четыре ресторана. В декабре 2008 года сеть преодолела рубеж в 57 точек. В апреле 2010 был открыт сотый ресторан Сабуэй. Уже в декабре того же года сеть преодолела рубеж в 150 открытых точек на территории России. По состоянию на 24 мая 2016 года открыто 643 ресторана Сабуэй. В конце 2011 года сеть ресторанов быстрого питания Сабуэй обогнала Макдональдс по числу ресторанов и стала крупнейшей в России Сабклаб. У Сабуэй существует программа бонусов для постоянных клиентов под названием Сабклаб. За каждый приобретенный сэндвич размером 15 см клиент получает одну марку Сабклаб, которую он может наклеить на специальную карточку. Собрав 8 таких марок, клиент может получить любой 15 см сэндвич бесплатно при условии покупки к нему напитка. Собрав 16 марок, клиент может получить любой 30 см сэндвич. Изначально система бонусов была несколько другой. Собрав 12 марок, клиент мог выбрать любой 15 см сэндвич без каких-либо дополнительных покупок. В июле 2005 года Сабуэй объявила о закрытии программы Сабклаб в США, Великобритании, Канаде и Австралии по причине появления большого количества поддельных марок, а также легальных марок, нелегально продаваемых работниками Сабуэй и других онлайн аукционах. Уже полученные марки в этих странах продолжили действовать до 1 февраля 2007 года. В других странах программа продолжает действовать дальше. В качестве замены разрабатывается новая система с пластиковыми карточками, которые также можно использовать как подарочные для оплаты покупки. Франчайзинг. Услуги франчайзинга для марки Сабуэй во всем мире предоставляются частной фирмой доктор Сассасия и Шасинг, президентом которой по сей день является ее основатель Фредди Люка. Штаб-квартира фирмы находится в Милфорде, штат Коннектикут. В ферме работают 600 человек по системе франчайзинга Сабуэй и по всему миру работают более 150 тысяч человек. В России мастер франшизы и сети Сабуэй владеет компания Сабуэй Russia Service Company с головным офисом в Санкт-Петербурге. Договор с Кока-Кола. Корпорация Кока-Кола предложила Сабуэй договор об эксклюзивной поставке напитков для всех филиалов. В качестве компенсации Кока-Кола обязалась бесплатно поставить во все филиалы Сабуэй и тостеры для быстрого подогрева сэндвичей. В 2005 году Сабуэй заключил договор и теперь по всему миру происходит переход на продукты компании Кока-Кола. В России во всех заведениях представлены напитки Pepsi. Критика. В книге Fast Food Nation Эрика Шлассера критикуется политика франчайзинга, который следует Сабуэй. В 1990-е годы Сабуэй был втянут во многие судебные дела, связанные с агрессивной политикой экспансии, когда два или несколько филиалов Сабуэй открывались слишком близко друг к другу, что вызывало внутреннюю конкуренцию. В России франчайзи критикуют отсутствие единой системы поддержки, контроля ресторанов и поставок ингредиентов, а также слабую рекламную поддержку со стороны материнской фирмы. Уровень узнаваемости для марки Сабуэй в России составляет около 1%. В 2002 году о существовании Сабуэй знало 7,2% населения, посещало еще меньше 1%. В ресторанах сети нет жесткого контроля качества используемых ингредиентов и качества обслуживания, поэтому в разных заведениях разный уровень сервиса. В одном заведении обслуживание может занимать от 3 до 7 минут, в другом – 20 и более. Сильно разнится и качество сэндвичей, поскольку одни предприниматели используют продукты хорошего качества, а другие снижают издержки за счет использования более дешевых продуктов, например, используют вместо мясной ветчины соевые аналоги или имитацию крабовых палочек с сэндвичей с морепродуктами. В большинстве ресторанов существенно различается меню сэндвичей. В начале 2012 года австралиец Мэйд Корби уличил компанию в обмане покупателей, выложив в интернет фотографию сэндвича длиной 12 дюймов с приложенной рядом линейкой, отметка на которой показывал 11 дюймов. Интересные факты, с собой, находящийся в здании Пентагона, занял восьмое место в списке лучших ресторанов быстрого обслуживания в мире по версии Discovery Travel & Amp Living Channel. По итогам лета 2010 года лучшим рестораном с собой в мире стал ресторан, работающий в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. 20 критерий количества проданных сэндвичей